Приветствую вас! Смотрите, если у вас есть заниженная самооценка, то, соответственно, когда-то она у вас начала занижать, да? То есть появились некоторые представления о себе, некоторые точки зрения о себе, согласно которым вы стали думать о себе хуже. И, с одной стороны, это ложные посылы других людей по отношению к вам, с одной стороны. С другой стороны, это отсутствие доверия к себе, своим чувствам. То есть вы не следуете им своим чувствам. Вы следуете либо тому, что хотят для вас другие люди, да? Либо вы пытаетесь, там, угодить, уступить людям, людям. Вот. Ну и так далее. И так далее. То есть здесь, как бы, ситуация, она вот такая, такого типа, такого плана. И, соответственно, это можно и нужно корректировать. Вам, чтобы не мешало, чтобы не мешало взаимодействовать, значит, с другими людьми. Дальше. Следующее, следующее, это личностные ориентиры, смыслы личностные, то есть, что я делаю, для чего я делаю конкретно. Чего я хочу. Что мне нужно. Вот. Что я делаю для того, чтобы получить то, что я хочу. Вот. Получаю ли я обратную связь, адекватную обратную связь от других людей, да? Ну. Адекватную обратную связь имеется в виду то, что мне интересно, то, что мне нравится, то, что вот для меня имеет смысл именно для меня. Получаю ли я обратную связь от того, что я делаю, да? То есть, чем я занимаюсь вообще. На что я трачу свою энергию, да? Свои силы и так далее. Вот это тоже очень важный момент. Соответственно, уверенность в себе, да, уверенность в себе можно повысить только в том случае, если, во-первых, вы примите себя полностью, такой, какая вы есть, да? То есть, примите себя. Перестанете себя обвинять, корить, деструктивно критиковать и так далее. Вот. Во-вторых, если вы будете заниматься любимым делом, да? То есть, ну, просто вы будете заниматься любимым делом, которое будет вызывать именно живой интерес у вас. Именно это важно, это именно важно, чтобы интерес был именно живой, вот, а не какой-то ложный, например. И, чтобы это совпадало с вашими ценностями. Дальше. Что еще важно? Еще важно, чтобы вы при взаимодействии с людьми смотрели в том числе и на них. То есть, что человек хочет, что человеку интересных, вот. И чтобы вы в том числе смотрели и на себя, да? То есть, насколько это, ну, совпадает вот с тем, что, допустим, интересно вам. Насколько это совпадает с тем, что, допустим, ну, вас интересует. Понятно, понятно, да? О чем идет речь? Вот. Следующее. Следующее, о чем хочется сказать, это неудачи. Это неудачи. Адекватное отношение к неудачам. Адекватное отношение к тому, что вы, ну, можете ошибиться, сделать что-то неправильно, да, и так далее. Адекватное отношение к этому, ну, собственно, нуждается в, так же, корректировке. То есть, ваше восприятие ошибок, ваше восприятие того, что у вас не получается и так далее. Это очень важный момент для вас, опять-таки, для вас. Вот. Ну и, собственно, значит, объективно, да, объективно, только получая обратную связь, вы сможете поднять свою самооценку, но это все будет достаточно поверхностно, вот. А чтобы поднять ее на ощутимый уровень, вот. Для этого, я думаю, все же нужна индивидуальная работа, вот, с вами. Потому что необходимо изучить вашу историю, вот, необходимо изучить именно вашу жизнь, именно ваши выводы, опыт, вот, которые вы сделали, ну, выводы, которые вы сделали, и опыт, который вы извлекли из того, что с вами произошло, ну, происходило в жизни, вот. То есть, это очень важно, если вы хотите с этим разобраться, вот. Ну, и совершенно очевидно, я надеюсь, что поднять самооценку вот так вот в формате, в формате одного ответа на вопрос, вот, это невозможно. Да, то есть, вот то, что я сказал, да, это вот то, на что вам нужно ориентироваться, вот. Но это не в коем случае не рекомендации для вас, именно для вас, потому что непонятно. У каждого человека самооценка низкая, она связана с его историей, вот. И вы же не считаете, что вы настолько похожи на других людей, да, что это возможно, вот, сделать один ответ. Тем более, если вы рассказываете только о следствии, да, то есть, я очень низко во мнении о себе. А конкретнее, а откуда вы это уже узнали, а каковы источники этого знания, да. Постоянно чувствую себя неуверенно, из-за чего, в чем, вот. Как мы готовы это менять, готовы ли вы это менять. Не могу первой подойти и заговорить с людьми. А что для вас значит первой подойти и заговорить с людьми, да. То есть, какое значение для вас имеет данный поступок? Что вы вкладываете в него? Часто остаюсь дома, чтобы никто меня не видел. А что в этом такого? Какая вам выгода, выгода от того, что вас никто не видит? Корю себя за это, кто корит? Знаете, вы себя корить не можете. Вот психологическая теория, да, она как бы здесь говорит о том, что если человек себя корит за что-то, то именно в этот момент, именно в тот момент, когда он себя корит, он получает свою выгоду. Это точно ему нужд. Это как бы подкрепление идет в мировоззрительной позиции человека. Что вот, например, я, там, допустим, достоин, да, только того, чтобы вот сидеть дома, да, и корить себя там за то-то-то-то-то-то-то-то. Вот. Такая история. Хочу жить полноценной жизнью. А это как? То есть, вот. Ваше понятие полноценной жизни, оно какое? Вот. Понимаете? То есть, проанализируйте, вот вы говорите, да, что вы очень низкого мнения о себе. Проанализируйте то, на чем базируется ваше представление об очень низком мнении о себе. С чем оно связано? Вот. Источники этого мнения о себе низкого какие? Что из этого, из того, что, ну, из источников, да, направлено, нацелено исключительно вам на пользу, а что нет? Понимаете? А кто носитель источника? А с какой целью он вам это говорил, например? И так далее. Другие люди с какой целью вам это говорили? А какие вы делали выводы? И так далее. Знаете, вот всё вот это вот нужно разбирать. А как вы поступали в ответ? Откуда такое поведение? Как вы могли поступить по-другому? Что испытывали? Ну вот. Как реагировали на свои чувства? То есть вот вам за это говорят, да, вы отвечаете, потому что испытываете определённые чувства. Когда отвечаете, испытываете ещё чувства, и в ответ на эти чувства как-то ещё реагируете. Ну вот. Это всё нужно исследовать. Значит. Но если вы об этом сами подумаете, просто сами, хотя бы, вот, то есть неплохой шанс, что хотя бы, значит, ну самостоятельно вы начнёте делать что-то. Для того, чтобы ситуация изменилась. Вот. Значит, давайте. Давайте так. Задание. Будет вам такое. Значит. Что вы в себе не принимаете? Источники и аргументы. Давайте начнём к этому. Помимо всего этого, это я сказал. Да? Помимо. Вот. Пусть это задание станет первым вашим шагом. К тому, чтобы вы начали жить более полноценной жизнью. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.